МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Город 112. О том, что случилось в Краснодаре за минувшие сутки, расскажу я, Игорь Зайцев. И сейчас факты, комментарии, расследования и наиболее резонансные происшествия. Коротко о главном сегодня. Крупная авария в Белореченском районе. Погибли две женщины и ребенок. Ложная тревога в Краснодаре из-за сообщения о бомбе эвакуировали аэропорт. За эти выходные на Кубани дважды спасали туристов. Чтобы помочь одному из них, потребовался вертолет. Новая смертельная авария на Кубани в Белореченском районе легковой автомобиль выехал на встречную и столкнулся с большегрузом. Погибли три человека. Женщина, которая была за рулем иномарки, ее пассажирка и ребенок. Судя по видео, на закругленном участке дороги автоледи не справилась с управлением. Роковая ошибка и непоправимая трагедия. От удара машина разлетелась на щепки. А вот водитель этого автомобиля просто чудом остался жив. В Сочи металлический шест насквозь пробил иномарку. Произошло это после того, как легковушка врезалась в ограждение. Очевидцы, которые разместили в интернете эти фото, шутят, что мужчина, который был за рулем, родился даже не в рубашке, а в костюме. Ему невероятно повезло. Беда была рядом, но прошла мимо. Остался цел, отделался испугом и небольшой царапиной на ухе. Можно сказать, повезло и водителю ВАЗа. В Геленджике, в районе села Марина Роща, он столкнулся с Мерседесом. Неуправляемая отечественная легковушка вылетела на обочину и врезалась в дерево. После такого полета мужчина остался жив. Он находится в больнице. В Анапе, на пересечении улиц Астраханской и Заводской, иномарка влетела в парикмахерскую. Такой вот необычный визит к мастеру. Предшествовало ему столкновение двух иномарок от удара. Одну из них отбросило прямо в стеклянную витрину. Море не терпит беспечности и любая ошибка может стоить жизни. В эти выходные в Керченском проливе столкнулись рыболовецкий скоростной катер и прогулочная яхта. На яхте было 8 человек, в том числе и маленькие дети. На катере четверо. Столкновение оказалось настолько сильным, что погибли люди. От полученных травм скончались двое пассажиров яхты. Еще четверо находятся в Керченской больнице. Состояние одной из женщин тяжелое. Все пострадавшие – жители полуострова. Предварительно причина происшествия – нарушение правил водопользования водителем катера. В момент происшествия мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело. И снова ложная тревога. В Краснодаре из-за сообщения о бомбе накануне эвакуировали аэропорт. О том, что главной воздушной гавани края угрожает опасность, стало известно в 18.40. Из здания аэропорта в срочном порядке были эвакуированы его работники, а также люди, которые ожидали прибытия самолетов. После этого к работе приступили кинологи. Вместе со своими четвероногими питомцами они обследовали всю территорию, но взрывных устройств не нашли. Так что силы и время, в который раз полицейские потратили ради общего спокойствия и того, чтобы некто потешил свое самолюбие. Кто автор злой шутки, выясняют, безнаказанная она не останется. Сообщение о якобы готовящемся взрыве в целом на работу аэропорта не повлияло. Рейсы выполнялись по расписанию. В Армавире выслушали приговор наркодилеры, которые продавали смертельное зелье оптом. Два парня и девушка покупали синтетические наркотики в Краснодаре и перевозили в Кропоткин. Хранили запрещенные вещества на съемной квартире. Здесь же расфасовывали и продавали, где могли. Засветились в Армавире и Новокубанском районе. Лучшие годы жизни теперь придется провести в исправительных колониях строгого и общего режимов. Эдуард Егезаров приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы. Фактически такой же срок получила Ольга Витушенко. Руслан Дубровский проведет в колонии 12 лет. В Сочи недалеко от пляжа нашли мертвого крокодила. Труп экзотического животного находился в сточной трубе. Как он мог там оказаться, неизвестно. Зоопарков рядом нет. Пользователи социальных сетей, которые активно обсуждают это видео, считают, что крокодил мог стать жертвой пляжных фотографов. И рептилию выбросили уже мертвой. Спасатели помогли туристам. С Большого Фиштинского ледника они эвакуировали мужчину. Во время восхождения 33-летний краснодарец упал и сломал ногу. Узнав, что человек в горах находится в беде, на призыв о помощи откликнулись и люди, которые не обязаны были этого делать. Спортсмены, которые находились на приюте Фишт. Пострадавшему оказали доврачебную помощь. На вертолете его доставили на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда, после чего передали в надежные руки медиков. Помощь потребовалась также туристу в районе горы. А Чишха в спасотряд позвонила женщина. Она сообщила, что во время подъема на горный хребет ее муж попал на скальный участок и самостоятельно выбраться не может. Спасатели прибыли в предполагаемый квадрат поиска и обнаружили 47-летнего туриста. При помощи альпинистского снаряжения эвакуировали его в безопасное место. Затем семейную пару, приехавшую в Сочи из Рязани, вывезли в поселок Красная Поляна. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. И наш традиционный обзор происшествий на Краснодарских перекрестках. Все они попали на видеокамер единой диспетчерской службы. Красная Кузнечная. 3.15 ночи. На светофорах мигающий желтый. Автоледи принимает решение пересечь перекресток, но лучше бы она не торопилась, ведь справа помеха. После удара автомобиль делает несколько оборотов. Из-под капота дым и даже пламя. Расстроенная дама бросает рули, выходит на проезжую часть. На несколько мгновений позабыв, что в салоне есть еще люди. Бригада скорой помощи увозит 62-летнюю женщину в больницу, а эвакуатор – израненный в этой дорожной битве автомобиль. На 40-летие победы юнатов похожее ДТП, вернее, его причина. Автомобилист решает повернуть влево, не убедившись в безопасности маневра. В результате подставляется под удар. Его машина буквально вдавлена в дерево. Потребовалась и скорая, и эвакуатор. Правда, до госпитализации не дошло. Кубанская набережная и Гоголя. Таксист на большой скорости мчится по дороге, не обращая внимания на светофор. Тогда как горит красный, и нужно тормозить. Остановиться пришлось уже после аварии. В салоне обоих автомобилей люди. Спустя некоторое время все успокоились и разошлись. Своим ходом покинули место ДТП и автомобили. На красных партизан и воровского водитель авто также едет на красный сигнал светофора. Происходит неизбежное. Салон транспортного средства покидает расстроенная женщина и напуганные дети. На российской и 40-летие победы легковушку заносит на повороте. Да так, что она на большой скорости врезается в ограждение. На месте побоища остается бампер любимого авто. Массовой лесгинкой в центре Краснодара заинтересовались в МВД края. На пересечении улиц Красная и Чапаева группа молодых людей устроила танцы. Все бы хорошо, но было уже далеко за полночь. И танцевали на проезжей части. Скандальное видео разлетелось по интернету. Полицейские выясняют имена участников этого шумного праздника, чтобы составить административные протоколы. А вот мнение пользователей социальных сетей, которые обсуждают это видео, разделилось. Одни категорически против подобного проявления радости в ущерб чужим нервам. Другие считают, что драматизировать не стоит и напоминают простую истину. Меньше злобы, больше добра. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Я прощаюсь с вами и передаю слово коллегам из информационной службы. Через несколько минут смотрите программу «Город сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин